Работа Даны Гибсон, бон-бояж, счастливого пути, мода на дорожные платья той эпохи. Маленькая коробка шляпная, билеты в разные части света. Жители Тамбова уже не раз знакомились с экспонатами Орловского музея. В нем куклы – это не игрушки, а искусство. Все эти куклы уникальны, у них нет фабричных повторений. Каждая работа продумана до мелочей. Жесты, мимика, позы, макияж и костюм – особое внимание художники-кукольники уделяют детализации. Взять хотя бы сюжетную композицию «Свадьба», в которой не только четко прослеживается характера героев, но и их эмоции. Например, у мамы-невесты из глаз текут слезы. У этих кукол есть хозяйка Наталья Алешина. У меня бабушка была партниха профессиональная. И на первую куклу, барби шарнированную, она меня учила шить. И вот любовь к костюму, любовь к истории костюма, любовь к кинематографу – это постепенно переросло. Вот такое увлечение. Потом уже стала и в дальнейшем кукол сама и обшивать, и делать. На выставке 53 экспоната – это фарфоровые интерьерные и шарнирные виниловые куклы. Они создавались признанными во всем мире мастерами. Каждая витрина – словно застывший кадр из фильма. На рубеже 19-20 веков художник-график Чарльз Гибсон придумал образ идеальной девушки. Она имела длинную шею, большие глаза, ее волосы высоко уложены в прическу «Буфант» или шиньон «Водопад Локонов». В этой стилистике работала и правнучка прославленного мастера. Постепенно она создавала красивую серию кукол. Первой в этой серии была как раз вот эта кукла. И сразу видно по объему волос, вот мода той поры, на вот эти локоны убранные вверх, и томный взгляд, вверх в руке. Это дебютантка, это ее первый-первый балл. Рядом, уже в более неформальном таком плане, девушка гуляет по пляжу, это день на пляже, и у нее на голове шляпка канатьея. Есть куклы из частной коллекции, которые практически никуда не выезжают. И на то есть свои причины. Обычно коллекционные куклы в коробках хранятся, они все-таки лучше сохранности, когда они защищены от света и пыли. А так, визуально, мы как раз и привезли выставку, чтобы полюбоваться красивыми нарядами начала 20 века. И вот здесь вот можно рассмотреть тех кукол, которые обычно никогда не путешествуют, мы никогда их не возили в другие города. И Тамбов первый город, куда мы привезли именно кукол в тематике модерн. Каждый человек найдет на этой выставке то, что ему близко и понятно. Эти произведения искусства заставляют вспомнить о книгах, которые читали, и фильмах, которые выходили в широкий прокат. Но в основном реакция у посетителей выставки одинаковая. Все говорят, спасибо вам большое за красоту, за то, что делитесь прекрасным. И мы считаем, что коллекционирование кукол – это способ сохранить эту красоту, в чем-то приумножить, когда ты создаешь этих же кукол в миниатюре, создаешь эти же наряды красивые. Плюс каждая из кукол – это отражение какой-то истории. И здесь их очень много, даже на примере серии «Девушки в стиле модерн». Елена Хромова, Евгений Михеев, Рамазан Уржемагамедов, Область новостей.